Свято место пусто не бывает. На столичной улице Ливию-Деляну появится новый сквер с освещением, садовой мебелью и дорожками. Работы уже начались, они затронут порядка 24 гектаров. Ранее на этом месте находилась неухоженная роща и площадка, служившая конечной остановкой для микроавтобусов номер 103 и 121. Однако их маршруты продлили до Думбравы и Трушен, так что площадку решили облагородить. Притура Буйкан, ответственная за проект, должна уложиться в один месяц, уточнил на своей страничке в Facebook Примар Ион Чабан. И вообще столица станет чище. Избавимся от будок, ларьков, киосков, хаотично расставленных в городе. Значительное число торговых точек муниципальные службы снесут возле одного из самых многолюдных мест Кишинева на центральном рынке. Демонтаж уже идет полным ходом. Демонтаж киосков по улице Тегина начался еще вчера. В ближайшие дни здесь планируют снести в общей сложности 12 таких точек. Одна из причин – реконструкция этого участка, а именно – работы по эксплуатации инженерных сетей. Другая – новые правила. Как рассказал чиновник, о необходимости переехать экономических агентов предупредили заранее и предложили разместиться на центральном рынке. Там свободных мест предостаточно. Раньше здесь продавали белье, косметику и товары для дома. Покупатели рынка изменения восприняли по-разному. А почему правильно делают? Потому что они чистят город, а что-то. Они же мешают все. Депутат, где они санта-плассати. Если не инфлюенциальны, мер, субстраты, например. Ну, только дело. Это не то, на что стоит сейчас смотреть. У людей нет денег, а у них еще забирают время, которое они могли бы заработать. Администрация центрального рынка, в свою очередь, говорит, что частенько сталкивалась с проблемами, вызванными недобросовестным подходом агентов к работе. Зачастую предприятие сталкивалось с проблемой заграждения участка в связи с тем, что экономические агенты не заключали договора на уборку территории, прилегающей к центральному рынку. С 1 января по сегодняшний день в Кишиневе эвакуировали свыше 300 киосков.